То есть если мы делаем из Алматы такой действительно мощный внутренний финансовый центр и региональный центр, то мы должны поговорить и об аэропорте, который должен вмещать не 2-3 миллиона человек в год, пропускать через себя 50 миллионов, чтобы стать действительно региональным центром. Если будет такой аэропорт, как в Дубае, скажем, в Алмате, вы это же, представляете, все другие перестанут летать, условно говоря, в Ташкент, еще в Бишкек, а все будут здесь приземляться, это будет очень мощный хаб. Масса компаний, будет открытое небо, формат и так далее. Это все как бы тренды вот этой всемирной торговой организации, либерализации неба этого пространства, авиационного пространства, воздушного сообщения. То есть железнодорожное, грузовое и все остальное, это все должно подвергнуться мощному процессу очищения, либерализации. В этом вот весь смысл. Надо изменить характер подхода к деятельности наших экономических субъектов внутри Казахстана и сориентировать их именно на вот этот всемирный формат. Какая разница, будет ли наш сельхозпроизводитель производить улитки, вот в Чилике на виноградниках, вместо того, чтобы тащить этих улиток из Франции дорогущих, почему он здесь не может это делать, почему мы должны закупать компост в Польше, а почему его здесь нельзя делать. То есть очень много вещей, которых предприниматель, предпринимательская среда должна будет сориентироваться и очень быстро сделать свой выбор. И, конечно, очень много будет дефолтов, много будет банкротств предприятий малого и среднего бизнеса, но этот шаг, они никуда не денутся. То есть люди, да, банкротятся, потеряют часть денег, но все время будет возможность восстановиться. Все время государство должно в это время как раз предложить эти формы восстановления, переобучения, переквалификации, помощи, поддержки этому предпринимательскому сектору, для того, чтобы он был действительно предпринимательским сектором, как в развитых странах, членах Всемирной торговой организации. То есть в этом наш приоритет сегодня. Именно качественное, качественное развитие нашей конкурентной среды, создание этой высококонкурентной среды малого и среднего бизнеса, с формами государственной поддержки от банкротств и так далее. И банкротство мы должны допускать. Мы должны допускать банкротство и физических лиц, но, к сожалению, наше законодательство сегодня не предполагает этого. То есть такой естественный процесс отбора сильнейших бизнесов? Конечно. В нашем законодательстве сегодня у нас нет вот этих форм банкротства малых предприятий. Они как бы приостанавливают свою деятельность, но фактически они не работают. У нас очень много зарегистрированных малых и средних предприятий, но они не действуют. Те предприятия, которые не действуют, у которых нет финансов, средств, они фактически банкроты. Они фактически банкроты. То нужно этот механизм либеральной рыночной экономики, высококонкурентной экономики, надо его внедрять. К сожалению, у нас все живут какими-то политическими целями. Нельзя допускать там банкротство банка, нельзя было допускать банкротство БТА банка и так далее. Надо было делать это. Надо было делать, чтобы очистить эту финансовую систему от тех административно-командных методов, которыми до сих пор она живет. Эта система должна быть очистена. Формат ВТО — это формат этого очищения. Большого притока свежего воздуха в нашу конюшню, которая выветрит все устаревшее, все загнившее, все неработающее, сметет авгиевые конюшни, очистит. Валихан, мы можем посмотреть как раз, как восприняли вступление в ВТО страны СНГ, различные, которые уже стали членами этой организации. В Кыргызстане было принято около 150 законодательных актов в сфере внешнеторгового регулирования. Нерезидентам предоставили неограниченный доступ на весь рынок услуг. Поток недорогой продукции вытеснил, как вы отметили ранее, многие отечественные товары с рынка. А Грузия не смогла реализовать антидемпинговые мероприятия среди главных задач — защита интеллектуальной собственности торговых марок. В Армении производители получили выход на европейские рынки, ввели МДС на сельскохозяйственную продукцию, Украина увеличила экспорт, а импортные пошлины на украинские товары стали меньше, отменили ограничения на экспорт зерна и масла. А для России ВТО это повышение международного престижа и возможность отстаивать национальные интересы на международном рынке. Как вы оцениваете в целом последствия для наших соседей по ВТО и в дальнейшем те страны СНГ, которые еще не стали членами организации? Как отразиться на нашем торговом обороте между этими странами и Казахстаном? Наше участие во всемирной торговой организации? Из приведенного материала видно, что для каждой страны существуют свои фишки. Каждая страна во всемирной торговой организации находит свое уникальное место. В процессе перехода к этому глобальному всемирному торговому механизму каждая страна определяет свои положительные, свои отрицательные, от чего-то отказывается, от чего-то уходит, но двигается вперед. Вот в этом смысл найти свое место в этом огромном разнообразном мире. Единый мир становится в всемирной торговой организациях именно потому, что существует разница между всеми этими странами. И каждая страна должна реализовать свою уникальность и свои какие-то самые характерные для этой страны черты. Для Казахстана тоже очень важно. Это очень важно. Я еще раз говорю, что у нас развивающаяся страна, темпы прироста населения более полутора процентов, территория огромная, плотность заселения маленькая. Необходимо использовать абсолютно все возможности для расшивания этого пространства, для структурирования этого пространства. Поэтому недаром мы говорим о сочлененности нашей программы Нур-Лыжол, которую выдавал президент, с программой экономического пояса, шелкового пути, которую предлагает Китай сделать. На основе китайских денег, технологий мы будем создавать новые дороги, встроить инфраструктурные начальные точки роста, которые будут постепенно заполняться населением и так далее. То есть страна находится на таком этапе расширения собственных возможностей. И прежде всего в тех отраслях, которые мы традиционно сильны, нефть и газ и так далее, мы должны добиться существенного прогресса по переработке этой же нефти, этой же газа, построить очень мощные кластеры нефтехимии, которые бы дали возможность многочисленному нашему малому и среднему бизнесу, но неэффективному пока стать более эффективным. И Казахстан должен, конечно, прежде всего это мы, как аграрная страна, мы должны стать аграрно-индустриальной страной, то есть с высоким уровнем сохранения продукции нашей, с высокой эффективностью. Отток, конечно, населения сельскохозяйственных районов города будет продолжаться. Тем не менее приток капитала в сельскохозяйстве должен увеличиться. Это, так сказать, две противоположные тенденции. С одной стороны, население оттуда уезжает, с другой стороны, капитализация сельскохозяйства, повышение ее эффективности, повышение материально-технической базы, оно должно увеличиваться, чтобы страна пришла к тому уровню производительности труда, который по животноводству мы должны сравняться с Аргентиной в течение ближайших 10 лет. Понимают ли это наши министерства сельскохозяйства, это вопрос, конечно, второй. Но вот в таких категориях мы должны думать. В противном случае, я говорю, большинство стран постсоветского пространства, они останутся аутсайдерами, всемирными торговыми организациями, останутся за чертой 160 стран. Мы же должны, выполняя все вот эти правильные поручения нашего президента, мы должны, и наше правительство должно в первую очередь как раз сосредоточиться на этих кардинальных для нашего государства вещах. Валихан, давайте посмотрим еще один слайд, который отражает экспортный потенциал Казахстана. Наша страна экспортирует свою продукцию в 120 республик, сырьевые товары поставляются преимущественно в страны Европы, в Канаду и Китай, а обработанная продукция в Республике Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Кавказа, в Иран и Афганистан. На внешние рынки в основном выходят производители пищевой продукции. Эта отрасль занимает треть казахстанского экспорта готовых товаров. По этой схеме, если смотреть, то мы видим, что со странами дальнего зарубежья мы должны торговать не только сырьем. Со странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Кавказа тоже не только обработанные продукции, а готовыми товарами с высокой добавленной стоимостью. То есть локомотивами, самолетами, вертолетами, автомобилями, производство которых у нас находится на самом низком уровне. Со всеми остальными странами Казахстан имеет такой огромный потенциал сельского хозяйства. Мы одну треть экспорта готовые пищевые продукции. То есть зерно продаем, макароны продаем, муку продаем и так далее. То есть нужно следовать очень простой логике. Раз есть какой-то у нас задел хороший, надо его развивать дальше. Производство автомобилей в буквальном смысле за 7 лет должно возрасти хотя бы до 100 тысяч. В лучшем случае до 300 тысяч. То есть от этой программы нельзя отказываться, потому что иначе мы не займем место в строю автомобиле строительных стран. Иначе мы не займем место, если не будем сельскую продукцию хорошую, мясо тоже экспортировать. Мы не займем место такое же, как Аргентина или Австралия для своих регионов и для мира в целом. Голландия производит на весь мир цветы. Голландия производит на всю Европу и практически на весь мир тоже молоко и продукты молока. Вот страновая специализация, и надо ее использовать. Неважно, ты можешь производить ручки, но если эти ручки будут покупать во всем мире 7 миллиардов человек, ты будешь жить богаче. Ты будешь жить гораздо богаче, чем будешь производить всего 30 тысяч автомобилей, которые не покрывают потребности собственного рынка национального. Валихан, у нас осталось меньше минуты. Я попрошу вас короткий ответ. Станут ли цены дешевле? Для населения, конечно, каждый год на 10% будут снижаться таможенные тарифы существующие. И в целом до 7,6% они опустятся до уровня таможенных тарифов во всемирно-торговой организации. Это благо для населения. Конечно, население в ответ должно активизироваться в плане того, чтобы самим что-то производить. Потому что ты не будешь покупать, если у тебя не будет денег, которые ты сам не заработаешь на своем собственном производстве. То есть этот процесс обоюдоострый. Он и для товаропроизводителей, и для товаропотребителей несет и риски, и возможности огромные. Я говорю, что это новый формат. И вступление в ВТО – это благо для Казахстана. Это такой свежий, как мы говорили, ветер, который очистит наши конюшни от ненужного. И лишнего. И лишнего. И придаст стране такой толчок, чтобы мы к 2050 году действительно очутились в 30 самых развитых стран. Спасибо за участие, Олег Хан. Желаем успехов и до новых встреч в нашей программе. Спасибо. До свидания. Переговоры по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию продолжались 19 лет. За это время приняты новые законы и внесены изменения в 10 международных соглашений в рамках Таможенного союза единого экономического пространства. Теперь среди главных задач формирования стратегических транспортных коридоров, которые соединят крупнейшие рынки Запада и Востока. Вы смотрели индекс недели с Магомедом Аслахановым. Тему обсуждали с экспертом Валиханом Тулешевым. Берегите время, оно все растает по своим местам. Скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...